Мечта такая, застарелая мечта. Эх, говорит он, этот человек, в конце каждой улицы поставить турникеты? Да просто так, пусть пока пропускают. И не надо пугаться, только треском дают знать. И дежурные в повязках. Пусть стоят пока и пропускают. Но уже само их присутствие, сам взгляд. Идёшь на них, лицо горит. После них спина горит. А они ж ничего не спрашивают. Ничего не спрашивают пока. А уже есть эффект. Уже когда дисциплинирует вот этот дурной поток. Ну и конечно в любой момент можно перекрыть. По контуру площадей я бы поставил проходной. Вдоль забора идёт человек, руками об забор. Ну там 3-4 перебирания по забору обязательно. И в проходную, где его никто не задерживает. Хотя дежурные, конечно, есть. Красочка особая на заборе. Ну там отпечатки и так далее. Да боже мой, никто с забора снимать не будет, бояться нечего. Но в случае ЧП отпечатки на заборе и куда ты денешься. А пока пусть проходит и без документов. Без документов. Хотя про себе иметь. Ну это обязательно. На случай проверки, сверки, ЧП. То есть когда идёшь на дежурного, уже хочется документы показать. Пройдёшь без предъявления, только мучиться будешь. Со временем стесняться проверок никто не будет, позор будет непроверенным ходить. Тем более появляться неожиданно, где попало. Или кричать «мой дом, моя крепость» от внутренней распущенности. Ну конечно, в коридорах дежурных ставить не надо пока. Начинать с выхода из дома. Короткая беседа, куда, когда, зачем сумочка. А если там дома никого, куда тогда и так далее. Сразу у дверей, чтобы потом не беспокоить. И ключик на доску. Ну то есть, чтобы человек, горожанин, не чувствовал себя брошенным на произвол. Разъяснить, что приятнее конечно идти, сидеть в ванной, когда ты знаешь, что ты не один. Ну что бы ты ни делал, где бы ты ни был, то есть буквально голая степь, а ты не один. И опасаться тебе нечего. В случае чего поднимаются все. При любом крике «Ау, люди!» Из-под земли выскакает общественник, туалет за углом и так далее. Но это уже ЧП, гулять надо по четвером, по пятером. А если в гости, не забыть направление. Это тоже обязательно. От своего дома оформляется местная командировка в гости. Убыл, прибыл, убыл. Ну конечно дать диапазон, чтобы человек чувствовал себя свободно. Хозяин буквально чем-нибудь отмечает. Да той же печатью. Ставит время с запасом, чтобы гость неторопливо собирался. Контроль личных сумок не надо даже в каждом доме. Только в узловых пунктах, там подземный переход, вокзал, базар. Это для чего? Чтобы питались все примерно одинаково. Надо контролировать, что в сумках. Потом уже поздно будет, когда он съест. Что даст одинаковое питание? Это даст одинаковые заболевания для врачей. Одинаковый рост, одинаковый вес и одинаковая скорость для пошивочных мастерских. Поменьше незнакомых слов. Употреблять те слова, что давно употребляются, чтобы не будоражить новым словом. Начинать разговор говорит номер такой-то. Для удобства вместо фамилии телефонные номера. Имена можно оставить. Это для учета легче и запоминается. Допустим, привет Григорию 206-32-48. От Бориса 3841, код 8-044. И уже ясно из какого города, и не надо ломать голову, кто кому внезапно, подчеркиваю, внезапно передал привет. Со временем, я думаю, надо будет брать разрешение на привет. Ну, очень простое, я даже думаю, достаточно устного. С перепиской тоже надо упростить. Все письмо писать такими печатными буквами, как вот эти индексы на конверте. Вначале, конечно, непривычно выводить долго. Но настолько облегчается работа почты. И много в таком состоянии не напишешь. Ну и, конечно, вместо автоматических телефонных станций я бы восстановил старые. Вот эти с наушниками и ручным втыканием в гнезда. Вот подумайте, много людей освободится. Причем для упрощения и удобства с выходящими из дома беседует уличный контроль. Дальше контроль проспектов, потом площадей. С теми, кто из города работает высококлассный междугородний контроль. Ну, а не дай бог при выходе из государства, Вовсю труется наша гордость, элита, Общевыходной дроссельный контроль, Под условным названием безвыходный. У них и права, и техника, и максимум убедительности, Чтоб развернуть колени и тело выходящего назад. Лицо можно не трогать, чтоб не беспокоить. То есть в такой обстановке гражданин и сам не захочет покидать Ни ты понимаешь ли родной город, Ни ты понимаешь ли родную улицу, А потом и дом станет для него окончательно родным.